Пан лекции. Понятие природных каменных материалов, понятие горных пород и минералов, свойства минералов, классификация горных пород, свойства природных каменных материалов, виды природных каменных материалов и изделий. Цель лекции – ознакомление студентов с природными каменными материалами, получение знаний о свойствах минералов и природных каменных материалов. Первое. Понятие природных каменных материалов. Природными каменными материалами называют строительные материалы, получаемые из горных пород за счет применения лишь механической обработки. Дропление, раскалывание, распиливание, шлифование, полирование и другие. В результате такой обработки природные каменные материалы почти полностью сохраняют физико-механические свойства горной породы, из которой они были получены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Высокая стойкость природных каменных материалов делает их незаменимыми для гидротехнических сооружений, дорожного и мостового строительства и во многих других случаях, когда необходимо обеспечить высокую долговечность сооружения. Пористые камни, такие как известняк ракушечник или вулканический туф, очень эффективны как местный материал для возведения стен вместо кирпича или других искусственных стеновых материалов, поскольку энергозатраты на их добычу несравнимо меньше, чем на обжиг кирпича или изготовление бетонных панелей и блоков с учетом производства цемента и арматуры. Природные каменные материалы занимают одно из основных мест в ряду строительных материалов. Общая доля затрат в строительстве на эти материалы, называемые нерудными материалами, превышает 20%. Продолжение следует... 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 Свойства минералов Твердость – способность материалов сопротивляться проникновению в них других материалов. Твердость – величина относительная, так как твердость одного материала оценивается по отношению к другому. Самый простой метод определения твердости по шкале твердости. В эту шкалу входят 10 минералов, расположенных по возрастающей твердости, начиная от талька – твердость 1, и кончая алмазом – твердость 10. Твердость исследуемого материала определяют последовательно, царапая его входящими в шкалу твердости минералами. Обычно твердость определяют на специальных приборах. Так, для оценки твердости металлов и других твердых материалов применяют методы Бринелля и Роквилла, основанные на вдавливании под определенной нагрузкой в испытуемый образец шарика из закаленной стали или алмазного конуса. По диаметру отпечатка рассчитывают число твердости – HB по Бринеллю или HR по Роквиллу. Высокая прочность материала не всегда говорит о его твердости. Так, древесина по прочности при сжатии сравнима с бетоном, а при изгибе и растяжении во много раз превосходящая его, значительно уступает бетону и в твердости. Твердость – наиболее характерное свойство минералов. Существует много методов определения твердости. Простейший из них – метод оценки относительной твердости по 10-бальной шкале, предложенный немецким геологом М. Моссовом. Характерным признаком большинства минералов, имеющих кристаллическое строение, является спайность. Способность минерала раскалывается по строго определенным плоскостям. Так, слюда имеет весьма совершенную спайность в одной плоскости. Совершенная спайность у кальцита практически всегда раскалывается по трем плоскостям, образуя косые параллелепипеды. Спайность отсутствует, например, у кварца, кристаллы которого при ударе раскалываются на неправильные куски, имеющие раковисты и злом. Спайность – свойство с точки зрения строителя отрицательное, так как уменьшает стойкость и прочность соответствующей горной породы и ухудшает ее обрабатываемость. Шлифовку, полировку. Шлифовку, полировку. Шлифовку, полировку. Классификация горных пород. Магматические, изверженные, глубинные, излившиеся, обломочные, то есть частицы раздробленной лавы. Осадочные подразделяются на обломочные породы, механические отложения, химогенные, химические осадки, органогенные породы. И также подразделяются на метаморфические. Продолжение следует... Магматические горные породы образовались в результате остывания огненно-жидкой массы, магмы, которая разрывала земную кору и разливалась на ее поверхности и остывала в земной коре, не достигнув ее поверхности. В зависимости от условий, остывания магмы, изверженные горные породы делят на глубинные, интрузивные и излившиеся, эфузивные. Глубинные горные породы, граниты, сиениты, диуриты и другие, образовались в результате медленного остывания магмы в толще земной коры под значительным давлением верхних слоев. В таких условиях горные породы обрели равномерную кристаллическую структуру в результате того, что крупные зерна различных минералов прочно острослись между собой. Излившиеся горные породы, базальты, андезиты, диабазы и другие, образовались при быстром остывании магмы на поверхности земли. В таких условиях не происходила полная кристаллизация остывающей магмы. Кроме того, к изверженным горным породам относятся обломочные породы, которые образовались из мельчащих частиц раздробленной лавы, выброшенные на поверхность земли при извержении вулканов. Эти отложения остались в рыхлом состоянии, вулканический пепел, пемза, либо при наличии природных цементирующих веществ и под давлением вышележащих слоев превратились в плотные цементные породы, вулканический туф. Продолжение следует... 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 Среды и многообразие физико-механических свойств природных каменных материалов обычно выделяют плотность, предел прочности при сжатии, морозостойкость, повеличенные которых оценивают их качество и делят на марки. По плотности в сухом состоянии каменные материалы разделяют на тяжелые более 1800 кг на м3 и легкие, один менее 1800 кг на м3. По пределу прочности при сжатии установлены следующие марки. Для тяжелых каменных материалов от 10 до 100, а для легких от 1 до 20. По степени морозостойкости в циклах замораживания для каменных материалов установлены марки от 10 до 500. К каменным материалам, предназначенным для дорожных покрытий, полов промышленных зданий, предъявляют дополнительные. Для природного камня, из которого изготавливают облицовочные плиты, большое значение имеют внешний вид, цвет и текстура. Выбирают горные породы для тех или иных каменных материалов и изделий на основании результатов испытаний образцов, оценки внешнего вида, а также с учетом эксплуатационных условий. Продолжение следует... 6. Виды природных каменных материалов и изделий Бутовый камень Бутовый камень Бутовый камень Акоэффициент размягчения не ниже 75. В нем не должно быть трещин, расслоений и рыхлых прослоек, снижающих его строительные свойства. Продолжение следует... 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 Контрольные вопросы... 1. Свойства природных каменных материалов... 2. Основные виды природных каменных материалов и изделий... Список литературы Список литературы